Всем привет, друзья! Сегодня я попробую провести очень интересный эксперимент. Я только проснулся на часах 9.38. И сегодня мы попробуем сделать эксперимент наподобие того, как делают качки. То есть, они обычно делают неделями эксперимент, а я попробую за один день сделать. И эксперимент будет состоять в том, что мне нужно вывести воду из-под кожи. Получается, у меня водянистая кожа, да? И мне нужно эту воду вывести из кожи и как бы всосать ее в мышцы, так сказать. Качки обычно используют такую схему, что они неделями выводят. Получается, они, наверное, ну там понедельник, вторник, среду они пьют очень много воды. Там кушают много углеводов, белка и так далее. То есть, загружаются водой, что их заливают очень сильно. Потом они резко обрубают, короче, воду. То есть, ну там не 9 литров, допустим, пьют в четверг, а там 4 литра. Вот. В пятницу вообще они пьют там, ну, допустим, пол-литра. Ну, вот так резко обрубают воду. И с тем же они обрубают и углеводы. Это заставляет организм не задерживать воду и выводить воду. То есть, получается, в день за сутки, наверное, перед соревнованиями, они еще закидываются. Очень много углеводов в себя закидывают. После того, как они их не ели 2 дня, да, они начинают очень резко закидывать углеводы и воду вообще убирают. То есть, вообще не пьют воду. Из-за этого вода, так как у нас в мышцах образуется гликоген, да, то есть, гликоген делает мышцы наполненными, они работают, гликоген, в симбиозе с водой. То есть, получается, организму нужно откуда-то брать воду. А гликоген откуда появляется? Он появляется от еды, да, углевода и так далее. Это гликоген, который идет в мышцы. Чтобы организм размещал гликоген в наших мышцах, ему нужна вода. А откуда он будет брать воду, если человек не пьет ее? То есть, извне вода не поступает. И поэтому организм будет брать воду из-под кожи. Он будет высасывать из-под кожи кожи... Из-под кожи кожи... Из-под кожи воду и вгонять ее в мышцы. И получается, что подкожной воды не будет, а мышцы будут объемными. И сегодня мы попробуем сделать то же самое. Я не буду весь день просто пить воду, а буду просто кушать очень много риса, допустим, да, углеводов. И, конечно же, грудку. Белок нужен тоже. И все это будет без соли, чтобы организм выводил воду и также загонял воду мне вот в мышцы. Посмотрим, что получится, не знаю. Короче, смотрите, следите. Погнали. Ну, а что можно вообще сказать? Короче, ночь прошла, да. Я утром не пил воду, а с утра, знаете, такой сушняк есть. После того, как ты поспишь, просыпаешься, у тебя во рту так сухо, короче, и хочется дико попить. Но, надеюсь, этот сушняк пройдет, потому что если он будет весь день и еще будет усугубляться, это будет жестко. Сейчас пойдем кушать, первый прием пищи. Мне надо будет есть очень много. То есть, каждый час по чуть-чуть. То есть, получается, раз 12, наверное, в день нужно поесть будет. Если эксперимент удастся, это будет бомба. Мой вес до старта эксперимента 68,1 килограмм. Посмотрим, что будет в конце дня. Невкусно вообще. Не, ну курица, кстати, норм без соли. За счет своей, как сказать, влаги. Она нормальная. А вот рис, он сухой. И ощущение какое-то такое. Так, друзья, это второй прием пищи. Уже на часах 11.50. Я как раз вот сейчас смотрю, в каких плавках вообще выступать можно. Знаете, сколько они стоят, плавки? Я охерел, когда посмотрел цену. От 3500 или 500 рублей. Представляете, долбанные плавки стоят где-то около 50 евро. Это писет. Короче, что вообще могу сказать по поводу еды. Рис сухой. Его жевать как-то, ну, даже неприятно. Не соленый. Ну, короче, такое себе удовольствие на самом деле. Я думаю, к вечеру у меня вообще пагуба во рту будет без воды. 100% там такой сушняк будет. Друзья, собираю многочисленную армию в инстаграме. Если ты хочешь прильнуть к этой армии, пожалуйста, подпишись в мой инстаграм. Мне будет очень приятно. Ссылочка в описании. Пожалуйста. Третий прием пищи. Уже 13 часов. Короче, час дня. На самом деле рис вот прям противно уже есть, потому что он невкусный совсем. И, короче, ну, воды нет, жидкости нет. И такое прям не очень. Блин, я просто не могу доесть эту порцию. Мне просто этот рис не лезет вообще. Он просто вообще невкусный. И снова жрать. Вот с курочкой теперь в этот раз. 14-11 уже. Каждый час стараюсь понемногу хавать. Загружаться. Вот. Я думаю, не знаю, результат может быть. Появится завтра утром. Но это тоже не факт. А может и появится, кто знает, да? Короче, давайте жрать. Эксперимент есть эксперимент. Сегодня погода хорошая. Можно пойти погулять. Данек позвал. Он там на турнике о брусьях. Посмотрим, что он там делает. Но в любом случае надо будет через часик прийти снова похавать. Короче, удивительная тема. В городе у нас все растаяло, а там до сих пор вон везде снег лежит. И Данилк атакует. Я не разрешаю. Атакует мечты, так сказать. Road to... Road to... 2000 подписчиков. Ну ладно, что, снова идем есть. Почти час прошел. Моя красавица, которая постоянно разваливается. Пить на самом деле, ребят, очень жестко хочется. Это просто пипец. То есть во рту сохнет жестко. Блин, рис вообще не лезет. Просто не хочется есть его больше. Просто с трудом записываю себя через силу. Друзья, уже вечер. Получается, у нас 8 часов вечера. Я так и продолжал есть каждый час понемногу риса. Вот. Собственно, к вечеру прям такая... Ну, вяжет рот. Такая сухость появляется во рту. Но типа это не критично. Жить можно. Я думаю, завтра утром уже посмотрим, какой у меня вес будет. Потому что утром взвесились сегодня и завтра взвесимся утром. Потому что я поел, скорее всего, вес больше будет. Вот. Завтра утром посмотрим и на состояние моей подкожной воды. И также на состояние веса. Ну, в принципе, сейчас еще, поскольку у меня раза два поем еще риса, и все. Так, друзья, уже почти 11 часов вечера. Короче, такие ощущения. Сухие руки стали. То есть, влаги нет в руках, они стали сухие. Посмотрим, что будет завтра утром. До встречи. Ну что, друзья. Вот прям секунду назад встал. Новый день. Короче, знаете что? Ничего, е-мое. Как было, так и есть. Вот они, плюхи. Короче, эксперимент провальный. Единственное, что изменилось, это у меня вот ладошки. Они какие-то, блин, прям очень-очень сухие стали. Прям засохшие, е-мое. И, короче, сейчас взвесимся. Вы это видели? Вес ушел килограмм. Целый килограмм. Я же вроде весил 68,1, да? А сейчас 67,1. Целый килограмм воды ушел за день. Результат все-таки есть. Только откуда она ушла? Почему она не ушла из-под кожи у меня? Вот это вопрос. Но результат, очевидно, есть. Если хотите похудеть, короче, на килограмм просто не пейте воду, е-мое. Вот. Что получается? Получается, я вчера за день сходил в туалет по-маленькому всего лишь три раза. Моча была цвета такого, знаете, ну, чуть-чуть желтоватого. Прям не ядерное желтое, а чуть-чуть желтоватого. Это значит, что у меня еще не началось такое обезвоживание. Поэтому все норма, типа. Но из-под кожи вода в мышцы не всосалась. Эксперимент в этом плане провальный. Значит, не знаю, надо будет по ходу, по обычному плану, как все качки делают. Целую неделю, знаете, там сначала они очень много пьют, потом, ну, короче, я вам рассказывал вначале. Вот. Посмотрим, короче. А так, спасибо за внимание. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на мой инстаграм обязательно. И увидимся в следующем выпуске. Пока. Да не, на самом деле, я думаю, еще один день можно было без воды быть, но нафиг надо. Я похудел на один килограмм, но, типа, ну, как похудел, вода ушла один килограмм. Но, типа, из-под кожи она не ушла.